да 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 еще недавно считалось что китайские компании и бренды не способны завоевать симпатии на западе будучи бездушной фабрикой ширпотреба китай казался слишком уж далек от прогрессивной западной культуры к тому же заботливая коммунистическая партия не пускает к себе многих айти гигантов вроде тех же google или facebook из-за чего местные компании часто потом оказываются не готовы к открытой конкуренции за рубежом вы американец да у вас наверняка красиво 8 может золотая молодежь это было по нтв в 2003 очень большой пеннис очень мтв да точно пацаны завтра найдут я тебе отвечаю у нас очень маленький пеннис мы не будем добиться ничего с такой человек 2003-2006 где-то в этом промежутке я уже не помню когда это было за эти мультики меня не забанят 8 немного скипни можешь на всякий случай однако постепенно ситуация менялась и вот уже сегодня европа ходит с китайскими андроидами huawei так глубоко внедрился в сетевую инфраструктуру по всему миру что в сша его считают угрозой национальной безопасности а китайская tencent контролируют одни из самых популярных онлайн-игр pubg fortnite и в легендс по это мобил фортнайт мобилка да такая есть вы купили но даже в этом списке молодежная соцсеть тик ток компании байт дэнс стоит особняком дело в том что это чуть ли не первый китайский проект которому удалось сразу добиться успеха в америке не пользуясь при этом особой популярности у себя дома где его знают как доуин и есть мнение что из всех троянских коней засланных китайцами в новый свет именно тик ток самый опасный чем два года назад тик ток поглотил похожее приложение мюзиклы и окончательно стал тем чем является сегодня по сути а сай он не схавал примененной версии почившего твиттеровского сервиса вайн это соцсеть заточенная на создание коротких зацикленных как правило музыкальных видео на которых чаще всего несовершеннолетние танцуют всячески куролесят и занимаются липсинком то есть делают вид что поют чужие песни главное отличие тик тока от того же инстаграма в том что здесь не так важны подписчики гораздо важнее сколько раз посмотрит ваш тик ток случайный человек ничего о вас не знающий если ролик получился достаточно залипательным его подхватывает рекомендательный алгоритм и продвигает по сети именно такой строгий отбор и есть секрет успеха тик ток в связке с алгоритмом работает к тому же штат модернать молодцы шоу называлась или молодцы я не помню блять ну чё то такое про молодежь там было которые старательно охраняют образ этой соцсети как такого утопического уголка тинейджерской беспечности где нет места политики и жестокости до недавнего времени здесь также не было обшарпанных стен грязных улиц неряшливых людей и даже инвалидов скрывать все это предписывала корпоративная инструкция которая в марте попала в распоряжение сми и вызвала настоящий цензурный скандал с тех пор требования смягчились и в конце концов на сервисе стали собирать миллионы просмотров видео уличных протестов против полицейской жестокости хотя незадолго до этого хэштег black lives matter алгоритм в упор не замечал страшно вспомнить что еще в прошлом году то же самое происходило с татуировками их негласный запрет был снят только после того как тик токи себе завели актер дуэйн джонсон и музыкант томми ли которая славится своей нательной живописью но стоило тик току разобраться с цензурой как возникла новая проблема в июне на реддите появился комментарий программного инженера который утверждал что разобрался в коде тик тока и выяснил что приложение собирает о своих пользователях существенно больше данных чем ему необходимо для функционирования помимо стандартной информации о смартфоне сетевых данных и gps координат тик ток зачем-то читает логи sms сообщений списки контактов и историю звонков а также включает микрофон даже когда пользователь этого не просит запускает прокси сервер на устройстве загружает zip архивы и то и дело обращается к буферу обмена и все это лишь вершина айсберга большая часть кода скрыта причем разработчики оперативно реагируют на попытки в нем разобраться и постоянно совершенствуют защиту поскольку в китае крупный бизнес по определению не отделим от правящей партии а интеллектуальную собственность и для его жизни всерьез там никто не воспринимает возникли справедливые опасения что тик ток поделится всеми накопленными сведениями со своим правительством как только получит соответствующий запрос в байт-дэнс впрочем утверждают что к ним с подобными просьбами ну а собственно похуй нет ну так просто из подумать ну и чё они узнают нахуй что я дрочу на порно животными или чего условно шутка просто блять элементарно ну вот просто чё они узнают блять посмотри клипы же ссылку я смотрю порно не на порнхабе блять не они узнают что ты ходишь в макдональдс сейчас допустим или я не знаю не слушай помните пашки пашечка в том что типа в частных случаях в это ничего не страшного но с точки зрения государства это очень важно вдруг какой-нибудь помощник депутата блять установ с установленным тик током будет сидеть на заседании и включится микрофон до массовая все прочее чем больше чем больше государства чем больше государства знает своих граждан тем у него бля вот единственная хуйня типа это то что эсэмэски блять телефонные микрофоны блять забирают еще вот эта хуйня я кстати заметил знаете какую залупу я вот допустим ну блять возможно это фобия просто ебаный если я говорю про ну меня телик до типа умный блять у девушки я блять сижу просто комнате мы блять друг чё-то инструменты какие-то обсуждали блять и по дрель бля еще перфора у меня потом реклама блять инструментов у меня у меня с фейсбуком такая хуйня блять все нахуй показывается следующий раз блять члены большие голые сиськи и там блять заходишь на на сайт блять этот самый как его big moms датка фан сериал сам блять и там нахуй живет 100 метров от вас блять мамка одиночка блять долбишь приносить блять он будет работать блять я всего лишь надо блять и обращались и даже если обратятся то будут проигнорированы тем не менее паранойя уже началась полностью на своей территории запретила тик как это блять без вот этого блять и кринж ебла блять топ-индия госсекретарь сша майк помпео похвалил ее за это и допустил что приложение могут заплакировать и в америке тик токеры не скрывают своих чувств к действующей американской администрации считается что отчасти именно из-за них на недо вот заплакирует этот ваш тик ток блять тик токеры и чего вы делать будете на заводы пойдете и что мы делаем твич нет маловероятно что его заблочил встречу дональда трампа с избирателями в городе талса пришло значительно меньше людей чем ожидалось дело в том что сообщество поклонников корейской поп-музыки в тик токе в массовом порядке резервировала места на стадионе а затем все эти люди попросту не явились позднее тик токтивисты как их теперь называют за спамили негативными рецензиями официальное приложение компании трампа в appstore тем самым понизить его рейтинг до одной звезды тем временем сам тик ток старательно пытается избавиться от репутации китайских шпионов как например компания добровольно ушла из гонконга где вступил в силу закон обязывающий передавать данные китайским властям во вторых на должность генерального директора был нанят не китаец а американец кевин мэйр в прошлом не много не мало вице-президент диснея что там детишки снимают блять а детишки там блять пиздец я раньше смотрел чё блять перископе было бля как это там пиздец бля ребята нахуй как его там дети нахуй детали показывают на полном серьезе говорит такая дича родители этих детей и скидывали им да там и объяснили им и объяснили им все третьих компания вскоре планируют открыть штаб-квартиру предположительно помните как мы рейдили в перископе блять заставляли блять а там суша я кого-то не надо заказывал трусы блять показать когда это покажи ой бля это я тапу я рекормирую на это я просил показать сиськи а такая на блять начала показывать блять его а я кстати в это время тебе портал за это перископе блять было типа да я понял уже была хуйня по типу там же когда чел такой проводит рейд все подписчики получают блять уведомление все туда идут именно на западе подальше от китая и наконец ожидается выход на айпио который должен сделать ныне частную компанию байтэнс финансово прозрачной пока впрочем остановить негативный пиар не удается приложение уже официально запрещено в американской армии удалять его с телефонов призывает сетевая группировка анонимус и кумир молодежи стример нинджа с другой стороны несмотря на все эти волнения tick tock остается самым быстро растущим приложением в мире его доход за прошлый год составил 3 миллиарда долларов а база активных юзеров насчитывает уже 800 миллионов человек что делает его шестым популярности социальным сервисом в мире если считать фейсбук бля вот я считаю такой фейсбук но вот хоть одного человека назовите кто там за рейган ну это ж пиздец ну за рейгана дохуя но никто не пошел в снг там никто не сидит а вся европа мне надо чтобы какие-то бонусы в игре получить надо и рейгл специально добавить там поисерф там надо было в фейсбуке зарегаться чтобы динозаврика дали ну вот блять они потом такие смотрите мы первое место блять какой смысл для первое место если у вас все дохлые аккаунты мессенджер частью материнской платформы к слову именно фейсбук главный бенефициар скандалов вокруг tick tock а поскольку не оставляет надежда завоевать аудиторию китайского приложения его же клонами мне нравится политика вк блять клипы нахуй выкатим нажми два раза чтобы я исчезла блять пиздец креатив я распопался на эту хуйню я проверил просто ради интереса потом снял эту хуйню один из них ласса уже закрылся в начале месяца но второй рилс работающий на базе инстаграма успешно прошел испытание в бразилии и начинает расширяться на другие рынки так что тинейджером осталось только решить кому менее страшно доверять свои данные китайской компартии или же американской мега-корпорации вот русское бы что выпустили бы разъёбываю лайк если не сложно чекни тест на прослушивание микро это чё